Добрый вечер, в эфире Вести, Карачао-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Смотрите в нашем выпуске. Колонна с благотворительным грузом выехала сегодня из Черкесии в ЛНР. Республика отправила дрова российским военнослужащим и жителям Луганска. Полицейские задержали житие Малокарачаевского района, подозреваемого в серии краж. За 6 лет от рук вора пострадали жильцы около 20 домовладений. Всероссийский турнир по боксу в памяти выдающегося тренера Александра Степановича Давыдова собрал черкесских спортсменов из 16 регионов. Кто не любит сладкий и очень полезный мед? Сегодня репортаж Вести о пчеловоде с 30-летним стажем Алиус Денове. Самая цена, чем может поделиться человек с ближним своим в трудную минуту, это тепло и моральная поддержка. В преддверии отопительного сезона сегодня утром из Черкеска в Луганскую Народную Республику состоялась отправка очередного гуманитарного груза, на этот раз в виде дров. Ахмат Халкечев подробнее. С начала специальной военной операции наша республика уже отправила более 500 тонн различного гуманитарного груза. Преимущественно это были продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости. Ну а с инициативой организовать отправку гуманитарного груза именно в виде дров выступило Карачаево-Черкесское оригинальное отделение партии «Единая Россия». Эта работа ведется в рамках той помощи, которую республика оказывает на протяжении всего периода проведения военной специальной операции. Сегодняшний груз мы отправляем по той заявке, которую мы получаем еженедельно. Две машины для наших военнослужащих и одна машина для жителей Донбасса. Первая колонна с теплотворным грузом в 40 кубов выехала в составе трех грузовиков. Во главе колонны транспорт от МЧС для демонстрации гуманитарного характера миссии. Благотворительную инициативу партийцев, кроме военных и спасателей, активно поддержало и Министерство природных ресурсов и экологии Карачаева-Черкесии. Готовила дрова под ведомственное учреждение, это урубский лесхоз. Сорта у нас твердолиственная, булк, дуб, граб. Это первая партия гуманитарного груза от нашей республики в виде дров. До начала топительного сезона в район специальной военной операции из Карачаева-Черкесии планируется отправка еще двух партий. В общей сложности будет отправлено свыше 100 кубов. В Карачаево-Черкесии полицейские пресекли деятельность преступника, совершившего серию краж из домовладений. Преступление вор совершал наездами в ночное время, причем без какой-либо периодичности и планирования. Поэтому долгое время не могли его задержать. Подробнее в репортаже Карчибиджиева. Сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по Черкесску при попытке совершения очередного преступления задержали 45-летнего жителя Малокарачаевского района, подозреваемого в серии краж из частных домовладений. Злоумышленник оказал сопротивление оперативникам, применив газовый баллончик и травматический пистолет. Но его действия пресекли. Задержанного доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. У подозреваемого изъяли предполагаемое орудие преступлений – маску, перчатки, нож, приспособление для вскрытия окон, отпугиватель для собак. 9 августа мы снова увидели в режиме онлайн человека, который полностью подходил под описание, которое мы увидели с прошлой кражи, с 4 августа, в таком же камуфляжном костюме цвета хаки, с такой же маской, около двух часов ночи. Подъехав туда, дальше пробрались на территорию Республиканской больницы, таким же образом, как и он по его маршруту, разделились со всех сторон, и уже получилось, что на территории Республиканской больницы, во дворе, мы его уже замкнули со всех сторон. В ночное время он направлялся в частный сектор возле железной дороги. Вскрыв окно, вор проникал внутрь жилища, похищал все ценное – от небольших сумм денег до шуб и ювелирных изделий. Если хозяева оказывались дома и замечали преступника, то мужчина мгновение ока скрывался. 19 краж и два покушения, которые он совершил с 2016 года. Общая сумма ущерба составила более 8 миллионов 300 тысяч рублей. Деньги, в том числе вырученные от продажи ценных вещей, подозреваемый потратил на личные нужды. Шесть лет, шесть долгих лет он, я не знаю, как вот, ну он растворился бы где-нибудь. Очень мало людей, которые не пострадали, или как бы не были напуганы его вот этими хождениями. Преступление вор совершал наездами в ночное время, причем без какой-либо периодичности и планирования, поэтому долгое время не могли его задержать. Для быстрого обмена информации оперативники создали группу в одном из мессенджеров, который включили активных жителей района, который облюбовал для своих краж злоумышленник. Доверительные отношения с гражданами позволили оперативникам в режиме реального времени по камерам видеонаблюдения засечь преступника около двух часов ночи. Не спасли преступника даже маской и темнота, которые не позволяли установить его личность. Фигурант задержан. Расследование уголовных дел продолжается. Руководством ВД по Карачаево-Черкесской республике принято решение о поощрении сотрудников уголовного розыска, раскрывших сложное преступление. Карча Биджиев, Вести Карачаева, Черкесия. В течение нескольких последних дней гособтоинспекторы Карачаева-Черкесии проводят на дорогах республики профилактическую акцию «Трезвый водитель». Сегодня полицейские проинформировали жителей региональной столицы о том, что по вине нетрезвых водителей происходит большое количество дорожных происшествий с тяжкими последствиями. О важности подобных профилактических мероприятий говорили и сами участники рейда, которые понимают, какую опасность для окружающих представляют пьяные автолюбители. С начала этого года выявлено 347 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Эта цифра гораздо больше, чем за аналогичный период прошлого года. К уголовной ответственности по статье 264.1, это повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, привлечено 89 человек. И эта цифра меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В общественной палате Карачао-Черкесии состоялись общественные слушания проекта федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты России в части обеспечения возможности передачи отдельной категории детей под предварительную и временную опеку. Суть проекта – облегчить изъятие детей из семей для передачи другим людям, потому что одна из актуальных проблем – отсутствие единого подхода к защите прав и интересов детей, которые фактически лишились родительского попечения. Однако документы, свидетельствующие о обстоятельствах его утраты, еще не получены, либо не соответствуют установленному перечню. Наша с вами задача – сделать так, чтобы данный законопроект не ухудшил положение наших детей, а в первую очередь улучшил это положение. Давайте внимательно посмотрим на данный законопроект. Итак, у нас он разработан, как пишут в пояснительной записке, в целях обеспечения фундаментального права и потребности любого ребенка жить и воспитываться в семье, в том числе и в период, когда его родители по уважительным причинам не могут исполнять свои родительские обязанности. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачево-Черкесии местами кратковременный дождь. Гроза в отдельных районах – сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20-23 метров в секунду. Ветер северо-западный – 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью – плюс 16, плюс 21. В горах местами – плюс 9, плюс 14. Днем до плюс 32. В горах местами – плюс 19, плюс 24. В Черкесии ночью без существенных осадков. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный – 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью – плюс 18, плюс 20. Днем – 28-30 градусов тепла. Умею и хочу учиться. Поэтому с 10 класса я в университете. Работаю с настоящими учеными. Заканчиваю школу нового типа в ИВСКФУ и собираюсь стать студентом. Стать студентом. И хочу стать студентом. Прием в школу нового типа в самом разгаре. Зовут меня Злоднев Владимир Николаевич. Я занимаюсь исследованием и лечением боли. Острой и хронической, связанной с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Не терпите боль. Мы знаем, как вам помочь. Клиника управления болью на базе клиники Сити. Мы можем вам помочь. Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8-938-333-90-00. Во дворце спорта юбилейный в честь празднования столетия Карачао-Черкесии стартовался российский турнир по боксу в памяти почетного гражданина города Черкеска Александра Давыдова. Немало воспитанников этого заслуженного тренера России занимали места на пьедестале крупнейших мировых спортивных форумов. С открытия соревнований наш корреспондент Артур Мхце. Для большинства поклонников бокса Александр Степанович Давыдов считается легендой. За долгую тренерскую карьеру он помог многим местным ребятишкам достичь ранее небывалых высот. Сделал из них чемпионов. В боксерском мире быть воспитанником Александра Давыдова своего рода знак качества спортсмена. Бронзовый призер Олимпийских игр в Афинах Мурат Храчев много лет занимался под руководством заслуженного тренера России. Советы наставника не раз помогали ему добиваться самых высоких результатов. Александр Степанович Давыдов очень талантливый педагог. И его талант заключался не только в том, чтобы научить нас искусству ведения боя. Александр Степанович был для нас и отцом, и наставником духовным. И его мудрость, она дала нам очень многое в жизни. Для Карачао-Черкесии нынешний год во многом особенный. Столетний юбилей просто не мог пройти без ряда важных мероприятий всероссийского масштаба. Одно из них – представительный турнир по боксу в памяти тренера Александра Давыдова, организованный при поддержке мэрии Черкеска. В день открытия соревнований во Дворце спорта юбилейный собрались поклонники этой олимпийской дисциплины и люди, лично знавшие Александра Степановича, в том числе вне ринга. А также новое поколение спортсменов, которое тоже многое знает о человеке, в память о котором организован турнир. Иван Крещенович представляет московский боксерский клуб. Знаешь ли, кто такой Александр Давыдов? Конечно, знаю. Это великий тренер, он воспитал целую плеяду великих боксеров, таких как, например, Мурат Петрович Храчев и большое количество мастеров международного класса по боксу. Об интересе к данному соревнованию лучше всего говорят заполненные трибуны крытой арены. Красочное шоу с участием юных спортсменов и танцевального коллектива сразу настроили зрителей и почетных гостей на действительно праздничную атмосферу под сводами дворца. Всероссийский турнир по боксу собрал в одном зале около 250 человек из 16 регионов страны. Даже само участие в состязаниях подобного уровня уже престижно. А уж вписать свое имя в историю нового спортивном календаре соревнования мечтает любой амбициозный боксер. Программа турнира рассчитана на несколько дней. Посетить его до 21 августа смогут все желающие. Артур Махцы, Али Бастанов, Вести, Карачаев, Черкесия. Любишь медок, люби и холодок. Али Узденов из Аула Псыш занимается пчеловодством на протяжении 30 лет. О том, как получается мед и почему пчеловодство является творческой профессией, расскажет Али Баташев. Вот это вот расплод печатный. Вот это уже мед. Идет хороший медосбор с разнотравья. Подсолнечник рядышком цветет. Вот он расплод закрытый. Вот тут рядышком он открытый. Каждый год вкус меда разный, говорит Али Узденов. Это зависит от вида трав и растений, с которых идет медосбор. Впервые пасечник заинтересовался пчелами в 1984 году, когда увидел пасеку отца-одноклассника и попробовал только что собранный мед. Мечтая стать профессиональным пчеловодом, Али Узденов поступил в училище, а затем на работу в Джиганаский пчелосовхоз. Затем продолжил обучение в Московском институте на зооинженера по пчеловодству. В 90-е годы пчелосовхоз закрылся, и Али Узденов стал заниматься пчеловодством дома. И до сих пор не перестает восхищаться пчелами. За трудолюбие, за непоколебимое желание жить. Срок у них короткий, 35-40 дней живет пчелка. За это время она меняет десятки профессий внутриулевых и полевых работ. Большинство насекомых в пасеке – это серая горная кавказская порода пчел. Их отличительной чертой является то, что они открывают сезон медосбора раньше и заканчивают работу позднее. Спокойно переносят низкие температуры. Благодаря длинному хоботку они являются отличными опылителями бобовых культур и клевера. Для Али Узденова пчеловодство – это отдых, сопряженный с трудозатратами. На каждую пчелосемью нужно изготовить минимум 30 рамок. Их надо сначала сделать, я их делаю птический сад. Тоже дома. Сделать, потом сбить, натянуть проволоку. И уже на эту проволоку навачивается овощение. И это очень занимает очень много времени. Вот если зимой все это не подготовить, весной у тебя все время уходит на это. Если у тебя все готово, ты должен только заниматься за контролем медосбора, за пчелой и откачкой. Очень тоже тяжелый труд. Пчеловод – творческая профессия. Достаточно просто посмотреть на вагон с встроенными ульями, чтобы в этом убедиться. Здесь обитает 36 пчелосемей, которые каждый год радуют хозяина ароматным медом. Али Баташев, Ольга Савенко, Расул Бердиев. Вести Карачаева, Черкесия. Это все вести. Прямо сейчас смотрите «Вечер» с Владимиром Соловьевым. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!